Звон колоколов на площади первого учителей открыл торжественное мероприятие в честь Дня славянской письменности и культуры. Русский язык, великое русское слово, был и остается мощной силой, объединяющей наш многонациональный народ. Праздник совпадает с днём, когда православные чтут память святых Кирилла и Мефодия, проповедников, которые создали старославянскую азбуку. В нас великая сила. Словом можно ранить, можно целить, обидеть и наоборот превознести. Это великий дар, который необходимо хранить. В 863 году братья открыли путь к просвещению и укреплению взаимопонимания между людьми. В Советском Союзе дату забыли. И только в конце 80-х годов 20 века именно в Мурманске писатель Виталий Маслов предложил вновь её отмечать. Спустя пять лет праздник стал государственным. Сегодня у меня утро с чего началось? Начали приходить поздравления из Болгарии. Недружественная страна, недружественное правительство, но народ задружен с Россией. И наши друзья поздравляют нас с нашим праздником. Это было, конечно, очень приятно. Это может быть то, что нам позволит очень быстро восстановить наши отношения. Вот именно такие праздники, в первую очередь, День славянской письменности. В России культуры можно поздравлять всех, для кого слово является орудием труда – педагогов, писателей, журналистов, работников культуры, а также всех людей, любящих и чтущих русское слово, культуру и традиции. Я памятник себе, воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа. Вознесся выше он головой у непокорной, Александрийского столпа. Нет, весь я не умру, душа в подлунном мире, мой страх переживет и тленье убежит. И славен буду я.